Добрый вечер! В эфире телеканала Репортер 73, программа «Разберемся». Ульяновская область более трех месяцев остается в тройке лидеров ПФО по ряду показателей социально-экономического развития, при этом многие из них реально улучшить. Например, темп роста среднемесячной зарплаты, по мнению Сергея Морозова, можно и подстегнуть с учетом индекса промышленного производства и уровнем безработицы. Вот о последнем мы как раз и будем говорить с гостями нашей студии. Сегодня с нами Наталья Сергеевна Исаева, министр семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Здравствуйте! Светлана Владимировна Дронова, руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Здравствуйте! Павел Николаевич Калашников, директор кадрового центра Ульяновской области. Здравствуйте! И Андрей Сергеевич Белоусов, директор по персоналу сети пиццерий. Добрый день! Уважаемые гости, первый вопрос Светлана Владимировна. Смотрите, Светлана Владимировна, дело в том, что министр труда Антон Котяков в октябре прошлого года сообщал, что в России удалось избежать взрывного роста безработицы. При этом Владимир Путин отметил, что еще в сентябре этот показатель держался на уровне 6,3. Это в целом по стране. Как сегодня обстоят дела в Ульяновской области и какие категории граждан чаще других обращаются за помощью в поиске работы? Действительно, Антон Котяков сказал о том, что у нас взрывной безработицы в России мы все-таки смогли избежать. Могу сказать, по Ульяновской области у нас самое пиковое значение по безработице было 25 сентября. Мы его в этот день прям зафиксировали. В этот день у нас было официально зарегистрировано 33 тысячи один безработный по Ульяновской области. Это очень большая цифра. И в среднем где-то превышение в 12 раз стандартной безработицы, которая у нас была в аналогичный период прошлого года. То есть это самый большой показатель за весь период пандемии. Дальше произошел перелом, и у нас и по всей России в октябре цифры пошли вниз. Начала изменяться уже картина по трудоустройству. И можно сказать, что при количестве таком огромном людей, которые стоят по безработице на учете, при таком количестве людей большом у нас увеличилось трудоустройство тоже по сравнению с первыми месяцами пандемии в 10 раз. Если мы в неделю трудоустраивали в начале апреля, в мае месяце, мы за неделю трудоустраивали всего порядка 30-20 даже человек, не больше по всей области. Потому что вакансии были заморожены, они не снимались полностью с банка, но при этом активный подбор работы работодатели не вели, опасаясь, чего будет дальше вообще с этой ситуацией. То уже с сентября месяца очень в активную фазу начали работодатели входить, понимали уже, что будет, адаптировались к тем условиям, которые есть. И государственная поддержка пошла. Да, государственная поддержка уже большая прошла. И работодатели в активную фазу вошли наборы сотрудников, и мы уже в неделю приблизительно трудоустраивали там где-то уже по 100 человек и с лишним за неделю мы уже трудоустраивали. То есть у нас резкое увеличение самого трудоустройства пошло. И на сегодняшний день можем сказать, что у нас безработица уже составляет 3,36, хотя нам федералы поставили 3,8 к концу 2021 года. Можем сказать, что мы уже эту цифру преодолели. И сейчас чуть-чуть больше 20 тысяч официальных безработных у нас находятся на учете в Центре занятости. По всей области? По всей области, да. Спасибо вам за ответ. Павел Николаевич, давайте к вам перейдем. Уж по всей области, раз мы сказали, вот есть рынок труда города, а есть рынок труда деревни. И, наверное, на мой взгляд, это все-таки большая разница, потому что жители сельских районов вообще часто работают в городе, то есть миграция такая внутренняя. А иногда даже выезжают за пределы региона. Если, например, это Южный Куст, там Сызрень рядом. Какие вакансии предлагаются за пределами крупных населенных пунктов? То есть, во-первых, кто там работодатель, а во-вторых, что интересно сельским жителям, что их заставляет оставаться там, где они родились и, например, растут? Ну, вообще, если да, вот про миграцию говорить, мы давно анализируем эти процессы. У нас, конечно, сельские территории, они подвержены в основном Маятниковой или приграничной миграции. И, как правило, люди переезжают. То есть, либо они уехали на работу, на заработки, возвращаются обратно домой. Либо выбирают ту агломерацию, которая ближе к ним. Если смотреть по территории нашего региона, у нас, как правило, с мелких сел, с мелких деревень выезжают. Они обязательно в город Ульяновск или там город Денитровград выбирают. Также выбирают и Новоспасское, да. Если брать, например, Чердоклинский район, Старомайнский, они донорами являются вообще для города Ульяновска. То есть, сюда приезжают рабочие люди для того, чтобы найти, скажем так, лучшую работу. Но, несмотря на это, я вообще вот как считаю, что если развивается село, соответственно, развивается и процесс трудоустройства. Занятость напрямую с этим связана. Насколько развито село, какие есть работодатели. В последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что увеличивается число крестьянско-фермских хозяйств. И вот сегодня я тоже смотрел и анализирую ситуацию и по Базарному Сызганскому району. И мы видим, что зарплату предлагают довольно-таки приличную. Другой вопрос в том, есть ли там специалисты такого профиля. Вот в КФХ требуются в основном сейчас кто? Агрономы. Требуются операторы машинного доения. То есть здесь тоже нужно иметь определенную практику. Поэтому работа, в принципе, есть. То есть нужно только понимать, да, можем ли мы обеспечить трудовым ресурсам этого работы дать или нет. И для этого, конечно, нужно развиваться всю жизнь, обучаться, стараться получать какие-то новые компетенции. И я думаю, у нас в регионе это возможно. Спасибо огромное за ответ. Андрей Сергеевич, ну вот миграция, да, когда люди туда-сюда перемещаются. Вам более-менее понятно, немножко в другом плане, текучка кадров, наверное, для любой сети пиццерии она присуща, потому что у вас определенный рабочий контингент, но при этом вы готовы брать людей без опыта. Вот сегодня сейчас везде пишут, да, высшее образование там и пять лет опыта работы. Простите, как это вообще возможно? Вы берете людей без опыта. Вот расскажите, чему вы их учите, как много вообще вакансий предлагаете, и какая очередь желающих туда стоит? Да, мы, как говорится, обучаем сотрудников с нуля, да, то есть без опыта работы. У нас контингент — это молодежь. Это как раз, ну, диапазон как раз от 18 до, может быть, ну, 35, понятно, и выше. Ну, молодежь у нас сейчас до 35. Да, 35 сейчас, да. Но мы и старше можем рассмотреть, как бы, да, было бы желание, да, человека развиваться, да. Какие вакансии у нас есть, например, да, то есть это, конечно, все начинается с кухни, это пицмейкер, да, то есть тот человек, который делает продукт своими руками, да, вот, и мы его обучаем, например, со стажера до пицмейкера доводим, обучаем, да. У нас есть инструктора, которые этот процесс, как говорится, воплощают в жизнь, да, обучение. Вот, далее есть вакансии кассиров, да, которые общаются с гостями, с нашими, да, вот как раз оказывают этот сервис, вау-сервис, как говорится, которым мы стремимся, вот. То есть это люди, которые хотят как раз коммуникабельно либо хотят развивать эти навыки, которые, вот, то есть ребята, кто-то приходит уже такой, как говорится, коммуникабельный, да, кто-то хочет, еще стесняется где-то немножко, да, но хочу, все равно такой, подходит и говорит, хочу попробовать себя на кассир. Мы тогда тоже готовим его, да, стажируем, обучаем. Вот. Другое, следующее направление, это, как бы, конечно, управление уже, да, то есть это менеджер смены и дальше уже управляющий, помощник управляющий, управляющий. То есть это ребята уже, кто хочет развивать навыки управления, да, управление командой, управление вообще, то есть, по сути, всей пиццерии в течение 8 часов, да, то есть, это все в ведении этого человека, да, вся команда, оборудование, поставщики, гости, то есть, это уже, как бы, другие, другие компетенции, да, более обширные, необходимы. И тут, конечно же, мы тоже включаемся в обучение, как бы, более плотное, как говорится, для руководителей. Вот. По поводу, как бы, текучки кадров, да, то есть, она есть, потому что молодежь тоже завершает обучение, например, да, вот, как раз сессии сейчас у ребят, там, у кого-то трудности, там, тоже на время хотя бы просится, например, дайте нам как раз там сдать, там, неделю, самые трудные экзамены, например, какие-то есть. Вот. И с этим связана у нас, например, как раз вот текучка кадров, да, так, потому что условия хорошие, как бы, трудно, но интересно, как говорится, в нашей компании работать и развиваться, есть куда расти. Нет, я к тому, что к вам люди приходят, и от вас люди уходят, а вы тратите на них время, вы тратите на них финансы, то есть, обучить это же не просто, делай так, нужно и платить, и ученические, или там, не знаю, какой. В чем смысл? Не проще ли набрать людей, как бы, пусть постарше, но уже тех, кто гарантированно не уйдет и будет работать на благо компании? Ну, у старших свои заморочки, как говорится, есть. Тут же тоже не все так просто, как кажется, да, если со стороны смотреть. То есть, у молодежи одни, как говорится, есть проблемы, да, у старшего, более старшего поколения другие. Поэтому, и молодежь, как бы, она тоже долго может работать, как бы, у нас есть ребята, там, по пять лет работают, там, и так далее, то есть, как бы, не мечутся, да, там, из одной компании в другую, потому что условия, как бы, достойные, как бы, в принципе, да, то есть, и, говорю, бывают только случаи, вот, если какие-то, говорю, завершения обучения, такие какие-то кардинальные изменения в жизни человека, да, происходят, как бы, да, мы тоже желаем удачи, как бы, там, в другом регионе, например, потому что студенты приезжают из других регионов тоже в наш город, да. Даже так? Да. Ну, и международных сейчас много, да, у нас тоже мигрантов, да, ну, иностранцев, да, которые обучаются, тоже приходят, как бы, ищут работу, например, обращаются к нам. Ну, в общем-то, их социализируете даже. Да. Спасибо вам за ответ. Наталья Сергеевна, теперь давайте к вам перейдем. Есть альтернатива вообще поиску работы в Ульяновской области, насколько мне известно, это социальный контракт. Расскажите еще раз о нем, что он дает, с кем его заключают, и какие результаты вы можете нам сообщить к этому дню. В общем-то, контракты раздаем, что имеем обратно. Вообще, я бы не рассматривала социальный контракт как альтернативу трудоустройству, потому что вот с этого года контракт будет реализовываться вообще абсолютно по новым направлениям. И одно из направлений, которое появляется вновь, это как раз содействие трудоустройству. То есть при трудоустройстве гражданину будет выплачиваться дополнительная выплата уже по линии соцзащиты, это добавка к зарплате. Потому что мы знаем, что когда человек устраивается на работу, первые три месяца испытательного срока зарплата минимальная. И вот чтобы поддержать человека, чтобы он хотел остаться на этой работе, чтобы он научился чему-то, то будет как раз вот эта вот поддержка по линии социальной защиты при заключении контракта. Кроме этого, обучение, переобучение, повышение квалификации. Это тоже можно оплатить за счет социального контракта. Для того, чтобы человеку устроиться на какую-то новую работу, ему нужно получить необходимые знания, умения, компетенции. Он заключает социальный контракт, обучается, мы оплачиваем это обучение, порядка 30 тысяч рублей на курс обучения. И, кроме этого, еще и материально поддерживаем в размере половины величины прожиточного минимума человека при прохождении обучения. Но здесь у каждого контракта есть свои сроки. То есть при трудоустройстве выплаты идут не более 9 месяцев, при обучении не более 3 месяцев. Поэтому такие нюансы тоже есть. Но задача социального контракта именно поддержать человека на этом начальном этапе, чтобы он хотел работать, чтобы он хотел учиться, работал, и мы для этого его поддержим. Это одно из направлений, да? Да, это одно из направлений. Еще одно направление социального контракта это развитие лично подсобного хозяйства. Тоже направление вроде бы у всех на слуху, но, как правило, это все сводилось к тому, что люди покупали корову, но эта корова давала молоко на семью, и это было хорошо. Сегодня мы говорим о том, что человек должен развиваться, человек должен зарегистрировать себя в будущем как начинающий фермер и так далее. То есть корову с буковым минимумом надо покупать теперь? Ну, может быть, с буковым, может быть, на перспективу. То есть у каждого направления должен быть свой перспективный план развития. Собственно говоря, под эти все цели и был утвержден региональный приоритетный проект за житочная семья, куда входят все заинтересованные лица и агентство по развитию человеческого потенциала, и корпорация развития предпринимательства, и министерство сельского хозяйства. То есть, ну и, соответственно, наше министерство. Все заинтересованные люди для того, чтобы люди развивались, работали, стабильно получали доход и, в принципе, выходили на полную финансовую самостоятельность. Спасибо огромное за ответ. Да, иждивенцы нам не нужны. Нам нужно, чтобы были люди работающие. В этом, в общем-то, и смысл существования государства. Один из смыслов. Павел Николаевич, давайте вернемся в город. Вот Андрей Сергеевич сказал, кого они ищут. Они ищут молодых, задорных, легких на подъем, активных, веселых. А кого ищут, в принципе, вообще работодатели города? Назовите, пожалуйста, топ-вакансии, которые вы предлагаете, или которые, например, пользуются особым спросом. Какие изменения можно отметить, ну, скажем, за 5-10 лет, как все это в динамике выглядело? Ну, мы вот сегодня вообще, да, у нас вся программа посвящена тому, что мы говорим о развитии. Вот, да, каждый спикер, который говорил, речь идет о том, что... То же самое и работодатель. Современный работодатель, ему нужно, помимо того, что он дает какую-то базовую нам значение для того, чтобы мы подбирали кандидата, еще всегда речь идет об адаптивных качествах. То есть у нас, собственно, и программа уже так построена, что мы просим даже работодателю указать, какие дополнительные характеристики нужны от кандидата. Поэтому за последние три года я могу точно сказать, что умение работать в команде – это одно из преимуществ, если кандидат этим обладает. Кроме того, работодатели, собственно, это нам и указывают. Если из топовых вакансий, да, вы говорите, что-то можно привести в пример. На сегодняшний день у нас в городе, конечно, самыми топовыми являются это программисты. Причем диапазон зарплат довольно обширный, начиная от 60 и заканчивая 1200. То есть работодатель может предложить. Нет, ну с ними вообще все понятно. Давайте программистов отставим. Да, менеджеры по персоналу. Я не говорю, естественно, о сфере здравоохранения, поскольку врачи у нас требовались всегда, да, и в топе они все время находятся. Также у нас инженерный состав тоже всегда топовые позиции занимает. Сегодня тоже смотрел, вот и Димитровград нам сейчас выставляет вакансию инженера ведущего. Тоже довольно достойно заработной платы, 90 тысяч рублей начиная. Нужны специалисты. Нужны, ну учитывая ситуацию, которая у нас сейчас сложилась, да, и не только как бы в Ульянской области, во всем мире, конечно, увеличилась курьерская работа. Причем предлагаются довольно-таки большие заработные платы. Вот сегодня Андрей тоже с нами присутствует, да, мы довольно длительные, наверное, партнерские отношения уже установили именно в плане курьерской работы. То есть как люди могут адаптироваться, то есть мы их тоже этому обучали. Это новые технологии. Если ты раньше работал в офисе, то сейчас ты можешь как бы взять, да, и заработать хорошие деньги на выезде. Вот, причем особо не контактируя с людьми. Вот, то есть диапазон таких работников у нас варьировал. Мы вообще пул работодателей составляли, если откровенно говорить, по городу. У нас в первую очередь, конечно, это касалось вот именно либо оператора колл-центра, либо курьера. То есть вот эти вакансии у нас преимущества. Ну, курьер, да. Сейчас в коронавирусное время, и раз уж мы о коронавирусном времени заговорили, Слава Владимировна, вопрос вам. Поиск работы именно вот в наше непростое такое время. Как он выглядит? Потому что многие, на самом деле, боятся потерять работу. Работодатели часто наглеют и говорят, если тебя что-то не устраивает, дорогой, двор мести, пожалуйста. У меня очередь стоит на нашей вакансии. Бывают ли такие случаи? Действительно ли наниматели агрессивничают? Ну, и, может быть, поменялась заработная плата в связи с тем, что изменились условия? Очень ситуация интересная, конечно, складывается. И даже скажу неожиданное для всех экономистов, прежде всего, которые прогнозировали изменения на рынке труда в связи с пандемией. Ожидали, что очень резко снизится заработная плата в связи с тем, что будет большое количество безработных на рынке труда. Безработных, в общем-то, у нас, да, много. Но при этом основные работодатели, как испытывали трудности в подборе работников, собственно, так и испытывают. Вот, опять же, представитель работодателя не даст соврать, что нет сейчас такого, что прям вот толпами идут, да, и стучатся, возьмите нас за любые условия. Нет. Потому что даже при той же зарплате, собственно, покупательская способность все равно в связи с повышением цен все равно же уменьшается. Поэтому можем сказать, что по нашим данным, средняя заработная плата сейчас по Ульяновской области по сравнению с прошлым годом, с этим же периодом, даже увеличилась, пусть незначительно, на тысячу рублей в среднем, но она увеличилась. И сейчас у нас средняя заработная плата составляет по вакансиям, обращая внимание, не то, что уже работающие, а по вакансиям, 26-255 рублей. Если разделить между селом и городом, то в селе это где-то 19,5, а в городе это 27-700. Это средняя зарплата по вакансиям, которые заявляют сейчас работодатели. На самом деле, среди безработных у нас 53% людей, которые имеют перерыв в работе больше года, официальные работы. И по законодательству, по нашему, им любая работа является подходящей, потому что квалификация, даже если она и есть профессиональная, она в течение года обычно уже считается утерянной. Поэтому этим людям подходит любая работа. И они, как правило, уже стоят даже без пособия, потому что нет выработки стажа официально. А о любой работе, да, давайте тогда вот один момент затронем. Кстати, вот правильно сказали, любая работа подходит после года, потому что теряется. Но человек может этого не осознавать. И очень часто негатив такой, что я специалист, там, инженер, а вы мне дворником предлагаете. С этим как работаете? Работа с возражениями, работа с отрицанием того, что вот есть какие-то определенные реалии, и ты в них не вписываешься, не хочешь этого признавать. Столкнулись с тем, когда стали выводить портрет безработного, поняли, что это вообще люди от 35 до 50 лет, самая активная категория, да? И при этом их еще не берут на работу. Да, то есть не молодежь, которую прогнозируют, что она потеряет работу. Нет, от 30 до 50 лет в основном. Люди со средним образованием, либо с профессиональным образованием, которое получено очень давно. И, соответственно, опять же, говорят и люди, которые считаются у нас без квалификации. Им подходит низкоквалифицированный труд. Но когда человек говорит, что я не пойду к вам работать, вот мы перед Новым годом делали большой набор адресный для горзивенхоза, для того, чтобы на улицах, на дорием строй людей набирать на работу по общественным пространствам, по расчистке города от снега, есть возможность, есть зарплата, ну, от 24 тысяч, скажем. Люди не идут, потому что говорят, вы что, у меня есть квалификация, у меня есть высшее образование. И мы им говорим, ну, вы же больше года не работаете, значит, вы уже можете работать на той работе, которая предложена вам. И тут выясняется, что человек на самом деле работал, и квалификацию свою он не потерял. Но при этом трудовые отношения у него не были оформлены официально. И, соответственно, он не может подтвердить ни одной бумагой то, что он действительно соответствует уровню тому, на который он претендует при поиске работы. Ни один работодатель, опять же, он же смотрит в официальную бумагу прежде всего. И люди оказались в ловушке, работая в сером секторе экономики. Они от государства не получают сейчас хорошую поддержку, потому что государство видит, что человек официально не работал. Они и при предложении поиска работы натыкаются на то, что мы им предлагаем любую работу, они обижаются, они возмущаются, но при этом подтвердить, что они работали по профессии... Документально они не могут. Документально. То есть еще раз это повод для того, чтобы оформлять официально любые отношения, какой бы ни был... Хотя бы договором. Да, даже пусть это временная работа, но все равно ее нужно оформлять документально, чтобы вы могли потом показать, по крайней мере, что у вас квалификация не утеряна. Спасибо вам огромное за ответ. Андрей Сергеевич, к вам возвращаемся. Ну, вот о негативе заговорили. Интересно, кому работодатель, в принципе, сейчас может... Вот вы кому, например, точно 100% откажете в работе, по каким причинам? То есть по возрасту вы не можете отказать? Не можем. Не можем. Отказываете? Нет, не можем отказать как же. Тут, как бы, когда обращаются, например, более старшее поколение, да, там, сотрудников, я вот лично, если общаюсь, да, с сотрудником потенциальным, я спрашиваю как раз, как им, комфортно ли им работать с молодежью, да, потому что бывает наоборот. У нас были случаи, что они приходят в коллектив с молодежью, которые их обучают, например, да, уже чему-то, да, потому что они имеют эти навыки, да, например. Вот, и они говорят, блин, ну, почему меня тут какой-то зеленый, совсем молодой студент обучает, ну, и так далее. Начинаются такие психологические заморочки небольшие, да, возникать. Поэтому я в первую очередь спрашиваю, а вам комфортно работать с молодежью, то есть в молодом коллективе, как бы, если да, то мы будем рассматривать, как бы, мы, конечно, не отказываем. Ну, да, хорошо, с возрастом разобрались, а кому вы откажете? Просто хочется понимать, что вот, если вы обладаете набором таких негативных черт и качеств, не ходите в пиццерию. Нет, ну, просто интересно понять, да, по какому поводу отказ. Ну, у нас своя система, как говорится, тонкой настройки есть, да, по поводу кандидатов. То есть что нам важно, как бы, давить в кандидате, да, конечно же, это вот желание, как говорится, нарабатывать мастерство, да, то есть вот у человека, который хочет, да, вот как раз желание у него, у него через слова, через действия, да, то есть это все проявляется в дальнейшем. Конечно же, люди, которые ответственность проявляют, да, в команде как раз, в работе своей, то есть они ценят тот труд, который они делают. Поэтому я говорю, у нас трудная работа, ребят, говорю, вот кто хочет легкой работы, там, это не к нам. Говорю, у нас трудная работа, но она интересная, потому что она развивает вас. Потому что, в принципе, работа нам для этого и дана, да, чтобы мы немножко огранили, говорю, себя, вот как раз свои качества какие-то, навыки наработали, и дальше мы уже другие уже стали, да, не такие, как год назад, да, например. Вот, поэтому это очень важно. Вот, поэтому... Понял, да, то есть о негативе, в принципе, говорит негативно, но работа трудная, это мы поняли. Спасибо вам. Наталья Сергеевна, к вам вернемся. Но вот социальный контракт, вот любой, например, контракт, он предполагает какие-то двусторонние обязательства, да, я обязую сделать то-то, а в ответ вторая сторона обязуется сделать то-то. Соответственно, что вы требуете, что вы просите с тех, кто подписал социальный контракт, и были ли возможны случаи какие-то неисполнения своих обязательств? Безусловно, контракт, в контракте два участника, государство и гражданин, и если, например, раньше ответственности как таковой за неисполнение контракта не было, то контракт, который начинает действовать в этом году, он будет более, так сказать, ужесточен с точки зрения ответственности и второй стороны тоже. То есть если человек заключил контракт на трудоустройство, три месяца, там, ну, там, градация, там, три месяца одна сумма, потом, ну, то есть все наши условия были выполнены, а человек в итоге не трудоустроился, то все деньги нужно будет вернуть. То же самое и по другим направлениям. Если вы взяли деньги на развитие бизнеса, то есть там определенный бизнес-план, это первоначально оценивается, есть сроки исполнения, есть показатели результативности, то, соответственно, такая же история. Что касается личного подсобного хозяйства, здесь обязательно будет, обязательно нормативом будет чистый доход от сбыта той продукции, которую вы получаете от этого личного подсобного хозяйства. То есть это все оценивается, это все будет, за это все нужно будет отчитывать. У меня просто из головы, что-то корова не идет. Я пытаюсь понять, как в мультике будет, мы брали корову рыжую одну. Возвращать-то что-то нужно или просто нужны спустили? Возвращать нужно будет деньги. Мы даем деньги, соответственно, человек защищает свой бизнес-проект, либо проект на ЛПХ, на определенную сумму, сумма выдается, и, соответственно, под эту сумму там все расписано. На что сумма? Если, например, бизнес, то это ремонт помещения, то это закупка оборудования. То есть, соответственно, мы смотрим, отремонтировано помещение, закуплено оборудование, все, начал человек свое дело. Мотивировать человеку в движении, к развитию, ну, наверное, пришло время это делать уже, поэтому и сегодня деньги колоссальные на это выделяются на самом деле. 413 миллионов в этом году в нашем регионе на поддержку в виде соцконтракта. Такого не было никогда. Из них 338 миллионов — это федеральные деньги и, соответственно, остальные областные. Поэтому и ответственность у людей, все должны понимать эту ответственность. Спасибо. Ислан Владимирович, последний вопрос вам. Обучение и переобучение новым профессиям, что предлагается жителям Ульяновской области сегодня? И насколько вообще популярен этот метод обучения и переобучения, если вы уже обладаете чем-то, какими-то специальностями, но она, например, не подходит работодателю? Очень вопрос актуальный сейчас. И федеральный центр уже в 2020 году сделал упор как раз на обучение. Несколько национальных проектов уже предусматривали в 2020 году переобучение людей по различным профессиям, компетенциям. Мы в прошлом году учили граждан старшего поколения 50+. Мы учили мам, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и до 7 лет, если мама не работает. Мы учили безработных граждан. Мы учили граждан пенсионного возраста, которые желают возобновить трудовую деятельность. Вот эти вот 4 большие категории только через нас прошли. Плюс еще большой у нас проект WorldSkills, который прошел через Министерство просвещения. Там учили по профессиям рабочим. И проект по производительности труда, который у нас просто в область только с 2021 года заходит, там по нему тоже есть обучение людей, которые находятся под риском сокращения. То есть обучение на самом деле сейчас очень актуально. Если уж у нас работодатели сами берут без опыта и учат у себя на месте под себя, то, соответственно, мы должны тоже в этом направлении точно идти. Люди освобождаются даже больше не из-за пандемии, потому что по количеству процентов, 33% у нас из стоящих на учете всего пришло после 1 марта потерявших работу. Но модернизируется производство, они автоматизируются, производительность труда повышается. Это неизбежный процесс. Люди, которые высвобождаются, они в активной экономике должны оставаться, а, соответственно, им нужно новые компетенции наращивать. Какие компетенции, куда работодатель принимает вот этот огромный пласт работы, мы как раз за него и отвечаем. Смотрим, кого нам нужно. Кто у нас работодатели, говорят, что мы возьмем, только обучите нам, вот не имеем возможности сами обучить. Мы создаем сейчас группу, не могу сказать по нас проекту окончательно, еще пока у нас не пришел документ, но что касается по региональным деньгам, уже сейчас на тысячу человек мы составляем заявку, на обучение будем ее разыгрывать. Это те профессии и специальности, на которые уже сейчас работодатели говорят, вы нам обучите, мы возьмем. Спасибо вам за ответ. Отлично, на этом поставим точку, потому что время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я напомню вам, мы говорили о рынке труда в Ульяновской области, и, в принципе, понятно, можно пойти туда, где вас научат работать, можно пойти туда, где вас научат работать еще больше, это центр занятости, а можно взять социальный контракт, но главное, обязательно его исполнить. Спасибо, уважаемые гости, за участие в программе. А вам, дорогие зрители, спасибо за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова